Является ли Христос Богом? Во многих местах Библии Христос называется Богом. Псалмист говорит «Бог Богов, Господь Иегова», возглаголол и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. «Бог, грядет Бог наш, и не в безмолвии, пред Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду его, ибо судья си есть Бог». Псалом 49, с 1 по 6 стихи. О том, что этот текст явно указывает на Христа, говорят сразу несколько фактов. Первое. Мы уже читали, что весь суд подан именно Сыну. Второе. В момент своего второго пришествия именно Христос пошлет своих ангелов, чтобы собрать избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. Евангелие от Матфея, 24 глава, 31 стих. Третье. «Грядет Бог наш, и не в безмолвии». Не в безмолвии, потому что, когда Сам Господь сойдет с небес, это произойдет при возвещении при гласе Архангела и трубе Божией. Первое. Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. «Этот глаз, который услышат все находящиеся в гробах, будет глазом именно Сына Божьего». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28 и 29 стихи. Четвертое. «Когда вместе с оставшимися в живых праведниками воскресшие будут восхищены на облаках встретения Господу на воздухе, чтобы всегда быть с Ним, именно тогда и состоится наше собрание к Нему». Смотрите второе. Фессалоникийцам, 2 глава, 1 стих. Сравните также Псалом, 49, 5 стих. Матфея, 24 глава, 31 стих. И первое. Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. Пятое. «Перед Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря. Когда Господь Иисус явится с неба с ангелами силы Его, именно тогда в пламеняющем огне будет совершено отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовестью Господа нашего Иисуса Христа». Второе. Фессалоникийцам, 1 глава, 8 стих. Итак, мы ясно видим, что Псалом, 49, с 1 по 6 стихи, является ярким описанием именно Второго пришествия Христа. Когда Иисус придет, именно Он будет как Бог богов. Бог богов – это один из самых законов титулов Иисуса Христа. Задолго до Его первого пришествия пророк Исаия утешал Израиль такими словами. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя – чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Исайя, 9 глава, 6 стих. И это не просто слова Исаии, это слова Духа Божьего. В Псалме, 44, 7 стихе, в прямом обращении к своему сыну, Бог назвал его тем же самым титулом. «Престол Твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства Твоего». Случайный читатель мог бы подумать, что говорящим в этом стихе является псалмист, восхваляющий Бога. Однако, когда мы обращаемся к Новому Завету, мы находим в данном отрывке нечто гораздо большее. Мы обнаруживаем, что в этом месте говорящим является сам Бог Отец. Это Он обращается к своему сыну, называя Его Богом. Смотрите «Послание к евреям», 1 глава, с 1 по 8 стихи. Это имя не было дано Христу из-за какого-то великого достижения. Оно принадлежит Ему по праву наследства. Говоря о силе и величии Христа, автор «Послания к евреям» говорит, что, будучи столько превосходнее ангелов, Он славнейшее пред ними наследовал имя. «Послание к евреям», 1 глава, 4 стих. Любой сын всегда законно наследует имя своего Отца. И Христос, как единородный Сын Божий, также законно наследует имя своего Отца. Любой сын, к тому же в большей или меньшей степени, является копией своего Отца. Он имеет некоторые схожие черты лица и некоторые особенности характера своего Отца, не в точности, конечно, потому что среди всего человечества невозможно найти двух совершенно одинаковых копий. Но то, что является невозможным среди людей, не является невозможным для Бога. В Нем нет никакого несовершенства. Поэтому Христос есть точно выраженный образ сущности своего Отца. Послание к евреям, 1 глава, 3 стих. «И как сын самосуществующего Бога, он имеет по своей природе все неотъемлемые свойства Божества». Это правда, что есть много сыновей Божьих, но Христос есть единородный сын Божий, то есть в том смысле, в каком никто другой никогда не был и быть не может. «Ангелы, сыновья Божьи, как и Адам, в силу своего сотворения» Иов, 38 глава, 7 стих, и Евангелие от Луки, 3 глава, 38 стих. «Христиане, сыновья Божьи в силу своего принятия» Послание к римлянам, 8 глава, 14 и 15 стихи. «Но Христос, сын Божий, в силу своего рождения» Далее автор послания к евреям показывает, что Христос сын Божий, не потому что он был возвышен до этого положения, но потому что по праву им был. Автор говорит, что Моисей был верен во всем Доме Божьем, как служащий, а Христос, как сын в Доме Его. Послание к евреям, 3 глава, 6 стих. «Более того, Христос сам является устроителем этого дома», стих 3. «Он есть тот, кто создает храм Господень и принимает славу». Смотрите, Захария, 6 глава, 12 и 13 стихи. «Христос сам весьма выразительно учил, что Он – Бог. Когда молодой человек пришел и спросил, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус, прежде чем ответить на прямой вопрос, сказал, «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Евангелие от Марка, 10 глава, 17 и 18 стихи. Что Иисус подразумевал под этими словами? Было ли это умоление самого себя? Значит ли это, что Он отказался применять этот эпитет к себе? Значит ли это, что Он в действительности не был абсолютно благ? Нет, не значит, ибо Христос был абсолютно благ. Иудеям, которые постоянно следили за тем, чтобы найти в нем хоть какой-то изъян, с помощью которого они могли бы обвинить Его, Он смело сказал, «Кто из вас обличит Меня в неправде, в грехе?» Евангелие от Иоанна, 8 глава, 46 стих. Во всей иудейской нации не нашлось ни единого человека, который когда-либо видел или слышал, чтобы Иисус сделал или сказал что-то такое, что имело бы хоть какое-то подобие зла. Те же, кто определенно был настроен, чтобы осудить Его, смогли сделать это лишь только наняв ложных свидетелей против Него. Петр говорит, что Он не сделал никакого греха и не было лестия, лукавства в устах Его. 1 Петра, 2 глава, 22 стих. Псалмопевец говорит, «Господь – твердыня моя, и нет ни правды, ни праведности в нем». Псалм, 91, 16 стих. «И Иоанн говорит, Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха». 1 Иоанна, 3 глава, 5 стих. «Христос себя отречься не может, поэтому Он не мог сказать, что Он не был благ. Он есть и всегда был абсолютно благ, само совершенство благости. И поскольку никто не благ, как только один Бог, а Христос благ, из этого следует, что Христос – Бог. И это именно то, чему Он хотел научить молодого человека. Это было то, чему Он учил и Своих учеников. Когда Филипп спросил Иисуса, «Покажи нам, Отца, и довольна для нас», Иисус ответил, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам, Отца?» Евангелие от Иоанна, 14 глава, 8 и 9 стихи. Это то же самое, когда Он сказал, «Я и Отец одно» Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих. То, что Христос был Богом, находясь среди людей, настолько истина, что когда Его просили показать Отца, Он мог сказать, «Взгляните на Меня». Именно это имелось в виду тогда, когда Отец ввел первородного во Вселенную и сказал, «И да поклонятся Ему все ангелы Божьи». Послание к евреям, 1 глава, 6 стих. Сказанное относится не только к тому времени, когда Христос разделял славу Своего Отца прежде сотворения мира, но и к тому, когда Он родился младенцем в Вифлееме, тогда тоже всем ангелам Божьим было повелено поклониться Ему. Иудеи неверно понимали учение Христа о себе. Когда Он провозгласил, что Он одно с Отцом, тогда Иудеи схватили камни, чтобы побить Его. Когда Он спросил их, за какое из добрых дел они искали побить Его камнями, они ответили, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 33 стих. «Если бы Он был тем, за кого они Его принимали, то есть всего лишь человеком, то Его слова действительно были бы богохульством, но Он на самом деле был Бог». Цель Христа во время Его первого пришествия на эту землю состояла в том, чтобы открыть Бога людям так, чтобы они могли прийти к Нему. Апостол Павел сказал, что Бог во Христе примирил с Собою мир. 2 Коринфянам, 5 глава, 19 стих. И у Иоанна мы читаем, что слово, которое было Бог, стало плотью. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 и 14 стихи. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил или сделал Его известным». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. Обратите внимание на выражение «Единородный Сын, сущий в недре Отчим». Он там обитает и обитает, как часть Божества. Это истина как в отношении Его земного пребывания, так и в отношении небесного. Использование настоящего времени означает его постоянное, продолжающееся состояние. Та же идея содержится и в утверждении Иисуса к Иудеям. «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 58 стих. Другими словами, Иисус – это тот, кто в свое время явился Моисею в горящем кусте и провозгласил свое имя. Я есмь сущий. И, наконец, мы имеем вдохновенные слова апостола Павла, сказанные об Иисусе Христе. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Колоссянам, 1 глава, 19 стих. Что из себя представляет эта полнота, мы узнаем из следующей главы, где сказано, что в нем обитала вся полнота Божества телесно. Колоссянам, 2 глава, 9 стих. Это наиболее полное и ясное доказательство того, что Христос по природе своей обладает всеми неотъемлемыми свойствами Божества. Этот факт Божественности Христа станет еще более очевидным, когда мы продолжим наше уразумение Христа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...